МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Александр Кашин. В эфире программа «Один на один». Сегодня у меня в гостях Инна Кочевинова. Здравствуйте, Инна Валерьевна. Здравствуйте. Добрый день. Инна Кочевинова родилась в Белоруссии в городе Миоры в Витебской области. Там же окончила общеобразовательную школу. Затем поступила в Смоленский государственный институт физической культуры на педагогический факультет. После его окончания работала по специальности в городе Тверь, преподавала в школе и институте. В 2001 году переехала жить в Кандалакшу. Работа в школе, затем в городской администрации. С весны 2016 года живет в Кировске. Сейчас возглавляет отдел культуры комитета образования, культуры и спорта администрации города. Замужем воспитывает двоих детей. Начнем наш разговор, наверное, с самого начала. Кем вы хотели стать в детстве? В какой профессии вы себя видели? В детстве хотела стать педагогом. Им стало. Занималась спортом. С третьего класса в рейболом занималась у себя. В том городе, где я родилась и жила. И поэтому видела себя именно тренером, педагогом. И им стало. То есть даже вы прямо с самого детства пытались заниматься такой деятельностью педагогической, да, наверное? Ну, как бы с самого детства, наверное, не знаю. Вот насчет занятий педагогической деятельностью с детства не знаю. Но то, что хотела стать педагогом, это вот у меня, да, было с самого начала. Очень часто в детстве организовывала концерты детские. Причем сама никогда не пела, а всегда говорила, Маша, уйди туда, Саша, встань здесь. И детям, ну, друзья, мне очень это нравилось. Но вот такая вот у меня была какая-то детская мечта, и она осуществилась. В детстве вы смотрели мультфильмы? Какой ваш самый любимый мультипликационный герой? Самый любимый мультипликационный герой? Наверное, Карлосом. Мне очень нравился этот детский мультфильм. Его отношение к жизни вообще, как и по всему, импонировало. Да. Хорошо. А литература? Какое вот литературное произведение произвело вот самое сильное впечатление, которое вот хотелось перечитывать, и, может быть, даже перечитываете до сих пор? Да, я уже об этом говорила когда-то, и об этом потом очень долго обсуждала в СМИ. Моя любимая книга, на самом деле, это «Три товарища». Я их очень часто читаю, ее перечитываю, ее можно читать в любой, открывать на любой странице, и оттуда очень много разных вещей подчерпывать. Но дело в том, что, честно скажу, что у меня не хватает времени сейчас на чтение. Я очень завидую тем людям, которые имеют возможность много читать. Потому как дети были маленькие, мы начинали читать сказки, стихи. Когда они подросли, стали вместе читать литературу, художественную та, которая в школе задается. Поэтому вот на сегодняшний день, я надеюсь, что у меня обязательно появится такое время, когда я смогу долгое время читать, 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 читать. Но сегодняшний день это, конечно, происходит только, наверное, в отпуске. И то отпуск, он у меня подразумевает, что я должна выехать к маме, приехать домой туда, и там тоже есть бытовые хлопоты. Поэтому вот я надеюсь, что такое время появится в моей жизни, я буду очень много читать. Сейчас у меня такого нет, такой нет возможности. Я в последнее время стал замечать, что, например, перечитывая старую книгу или пересматривая какой-то старый фильм, воспринимаешь происходящее там совершенно по-другому. То есть и с каждым разом постоянно что-то новое открывается. Да-да-да, у меня то же самое, и не только книгу. И вообще, еще раз, наверное, повторюсь, что я приезжаю к себе домой там, где я родилась очень редко, практически один раз в год. И даже когда ты смотришь на одни и те же вещи и вспоминаешь те впечатления, которые были у тебя тогда в детстве, в юности, и сейчас совершенно разное воспринимается. Поэтому и книги, конечно, и вещи, и вообще вот... Многие-многие вещи, они с возрастом воспринимаются по-разному. С недавнего времени в Кировске появился молодежный совет. Насколько я знаю, идея принадлежит вам в создании такой организации. В чем его суть? Какие задачи стоят перед ним? Чем вы вообще как бы планируете заниматься? Ну, вот уже само словосочетание слов «молодежный совет» для меня вызывает огромную радость и улыбку на лице. Потому что у меня была в моем жизненном опыте такая возможность, когда я принимала небольшое участие тоже в создании молодежного совета. Поэтому это второй опыт. Но он, не буду сейчас, не хочу никого обидеть, но он намного лучше, тот, который был первый. Здесь ребята очень активные, позитивные. Они хотят столько сделать для города. Готовы собираться еженедельно для того, чтобы что-то решить, что-то сделать, вот как-то улучшить жизнь молодежи города Кировска. Основная его цель состоит в том, чтобы привлечь молодежь города Кировска к жизни, к активной жизненной позиции в различных-различных направлениях, вот в каких только они сами себя видят. И очень важно, что они сами думают, принимают решения, предлагают очень много различных мероприятий. Поэтому это еще такое молодое объединение. Мы очень хотим, чтобы оно... Ну, еще года не прошло, да, по сути? Месяц. Месяц буквально, да. Конечно. Но меня очень радует. Они очень позитивные, активные, инициативные. У них столько мыслей. И вот основная моя задача, так как я была инициатором этого создания молодежного совета, чтобы у них этот огонь в глазах не затух. Его вот как можно больше поддерживать, развивать различными идеями. Ну, я очень рада, что у нас такой совет в городе появился. Если провести аналогию, например, с комсомолом, как в советские времена были. Нет? Я не была комсомолкой. Или там была чисто формальная организация. Я не была комсомолкой, но я думаю, что это близко. Я думаю... Вы знаете, что самое интересное, что меня радует? Вот уже по истечению того, что прошло первое наше мероприятие, я им говорила, когда мы собирали, что это не был блинкомом. Да, были какие-то стороны, которые подгорели в этом блинчике нашем первом. Но чувствуется команда. Вот это очень важно для меня вообще. Вот по жизни это очень важно, когда чувствуется, что есть команда, когда люди не просто кто-то отсиживается. Ну, были и такие, да, моменты, которые просто сидели и слушали. Но сейчас вот уже мы собирались, когда по итогам Дня молодежи, вот эти люди, которые, может быть, не совсем принимали активное участие в организации праздника, они вот в этот момент именно выстрелили и сказали все нужные им слова, которым остальным было очень важно услышать. Поэтому очень важно, что это вот именно команда, командное мероприятие, где вот, еще раз повторюсь, не хотелось, чтобы глаза у них потухли. А сколько в команде человек у вас? На сегодняшний день... Не могу сказать, что вот сколько-то активных, а сколько-то неактивных. Все приходят на собрание молодежного совета по мере возможности, да, потому что у всех есть работа, есть семейные какие-то дела. Вообще на сегодняшний день 22 человека. Но наш, как мы уже говорили много-много раз, он не закрыт. Список состава молодежного совета не закрыт. Пожалуйста, все желающие, у кого есть идеи, а может быть нет, а вы хотите просто прийти, послушайте, приходите. Важно мнение каждого молодого жителя города Кировска. Это здорово. А если, например, житель города не совсем молодой придет, сидит, ничего страшного. Я, знаете, еще хочу отметить очень важное, что мы очень благодарны, я лично благодарна нашему руководству, нашего муниципального образования, Владимиру Владимировичу, который, несмотря на свою занятость, на решение проблем, может быть, ну, я не хочу сейчас никого не обижать, на решение важных проблем, он всегда находил время, встречался с членами, разговаривал. То есть он очень сильно проникся созданием этого молодежного совета, молодежного совета города Кировска. Поэтому и ребята это чувствовали, когда приходили к ним. Это когда есть поддержка. Конечно, конечно. Это вот здорово. Здорово. И может прийти любого человека, ну, конечно, любого возраста, не будем сейчас говорить там. Ну, вот по моим впечатлениям, я присутствовал на празднике, был в День молодежи в Кировске, прошел на очень хорошем уровне, и что понравилось то, что и были исполнители разных таких направлений, да, и музыкальные там, и танцевальные, и все это вот такая вот, вроде как, все сборная солянка, но в то же время очень гармонично все это смотрелось. Вы сами какую музыку слушаете? Я слушаю разную музыку. Ту музыку, которая исходит, наверное, от сердца исполнителя. Мне приходилось бывать иногда на различных концертах, ну, в столичных городах, и, как правило, перед выходом звезды выходят люди, ну, так сказать, на разогрев. Да, да. Хотя, когда вот мы последний раз были на концерте, вышли представители, участники проектов, голос, очень хорошие исполнители, с поставленным голосом, отлично внешне выглядят, но не трогают. Вот они поют и поют, а после этого вышли более известные исполнители, там, Дмитрий Характиан, еще кто-то. И на самом деле ты вот понимаешь о том, что нравится та музыка, которая выходит от сердца, из сердца, и тогда она попадает, обязательно попадет в твое сердце, и она тебе будет важна, нужна, и ты будешь ее подпевать, подхлопывать и в дальнейшем слушать. Поэтому я не могу сказать, что мне нравится какая-то определенная музыка, вот только такого направления. Если она идет от сердца... Так это она трогает? Да. Она-то обязательно нравится. Ну, сейчас даже принято в средствах массовой информации среди уважаемых, там, чиновников наших, да, такое мерило, группа Ленинград, например. Там отношения там нравятся, не нравятся, вы как к ней относитесь, например? Нормально отношусь, нормально. То есть она трогает? Ну, в разных случаях трогает, знаете, вот нельзя сказать, что... Да, когда ты едешь в машине, она играет, ты можешь что-то подпеть, но наверняка ты ее не будешь специально слушать и включать, чтобы вот что-то, чтобы наладить внутреннее настроение, не будешь ее специально включать. Какие качества вы больше всего цените в людях? В людях открытость очень ценю, и порядочность очень ценю, наверное, вот самая... Открытость и порядочность, вот для меня вот эти важные качества. А если бы противопоставить антиподы открытым и порядочным людям? Не люблю вранье, когда врут, это очень всегда чувствуется. Вот, наверное, самое главное. Все остальное в жизни можно решить, преодолеть, просто нужно прийти, сказать честно, открыто, и все будет решено, все получится. Вопрос, вот, как я и вам обещал, каверзный вопрос, вот сейчас задам его. И какое самое сильное оружие, в кавычках, женщина может использовать против мужчины? Против мужчины? Ну, если вдруг какой-то такой, не знаю, это может быть семейный конфликт, может, не конфликт, может, просто там нужно как-то вот свою точку зрения, например, Ну, не знаю, насчет против мужчины, я всегда говорю, что любви много не бывает. И по отношению к детям, и по отношению к людям, и близким, и коллегам. Против мужчины? А зачем что-то придумывать против мужчины какие-то? Вот, если что-то плохое, какая-то конфликтная ситуация, если дома, то нужно просто подойти и сказать, что мне это не нравится, я тебя люблю. И то же самое на работе. Подойти и сказать, зачем, давай вот так. Ну, как-то вот... То есть решать как-то другими способами, да, более мирными? Никаких специальных средств, как игра в молчанку, например, там, или еще что-то? Нет, ну, конечно, в жизни в семейной, в семейной, с коллегами, конечно, я такого не практиковала никогда, я наоборот, если мне что-то не нравится, не устраивает, чем ходить, думать и что-то себе придумывать, я позвоню и спрошу, почему так вот получилось. А в семейной жизни, конечно, когда мы только начинали, наше было и такое, и молчали, и не разговаривали. Ну, не без этого, но недолго. То есть сейчас можно сказать, что вы сторонник мирного разрешения любых конфликтов. Не провоцировать ситуацию. Не провоцировать ситуацию, однозначно. Все вопросы можно договориться, решить, обсудить в мирной ситуации. Обязательно. И человек, он всегда тебя поймет, если ты ему нормально объяснишь, донесешь свою позицию, он всегда-всегда поймет. И дома, и, еще раз повторюсь, и на работе, и в любых-любых коллективах. Кировск в последнее время стал прямо таким очень местом, популярным среди кинематографистов разного уровня. Тот же Андрей Звягинцев тут приезжал и снимал фильмы Николая Достоля. Ну, много режиссеров здесь побывало. И думаю, в этом году наверняка еще кто-то, может быть, приедет поснимать. Снимается разное кино, да, и сериалы, и серьезное какое-то кино, и такое, скажем, даже с намеком на арт-хаус, да, вот, например, «Пингвины нашего времени» фильм, например. Вы сами какое кино любите? Какое вам больше нравится? Веселое. Наверное, я как девушка люблю и веселое, и в то же время какие-то мелодрамы, такие фильмы, которые трогают сердце. Не важно, да, какие они там, наши, не наши. Не важно. Потому что, знаете, есть бывают предпочтения, там, вот, например, есть поклонники поклонницы или поклонники французского кино, например, да, есть любители просто блокбастеров, которым нужны только какие-то визуальные эффекты. Да, вот у меня в семье предпочитают тоже блокбастеры смотреть, то я вот больше спокойненько, где слезу можно-то пробить. Подумать, да, посидеть, да, проанализировать ситуацию там как-то. Последний вопрос в нашей сегодняшней беседе, видите, как быстро все происходит. Самое идеальное время и место для отдыха? Может быть, это какое-то, может, идеалистическое место, может быть, оно действительно существует? Ну, место, наверное, я не могу назвать самое идеальное, но в первую очередь это то место, где я родилась, это моя родима, как я ее называю, родина, это Беларусь. Мне, конечно, там комфортно, удобно, приятно. В первую очередь, потому что я там очень редко бываю, поэтому это место для меня дорого. Ну, а вообще, то место, где мы всей семьей отдыхаем, там, где мы вместе. В связи с тем, что у меня работа очень активная, у мужа еще активнее работа, поэтому времени для общения с семьей очень-очень недостаточно, не хватает. Поэтому, конечно, в отпусках мы стараемся побыть как можно больше. И то место, где мы будем вместе, там нам будет и хорошо, и весело, и отдохнем. То есть главное, чтобы вы были вместе, да? Да, для нас. И в связи с тем, насколько там это будет, это уже просто, в связи с тем, что вот с этим, с переездом, когда мы приняли окончательное решение о том, что мы должны переехать в Кировск, то есть это было первым значимым для нас решением, что мы должны жить вместе, вот общей семьей, не на расстоянии, не на городах, не на каких-то километрах, а именно жить вместе всей семьей. Поэтому для меня это очень важно, чтобы мы были вместе вот рядом. Ну, то есть вы не жалеете о том, что приехали в Кировск? Нет. Нет. А где-то заметно было когда-то, что жалею? Нет, нет, я просто спросил. Конечно, были трудности определенные, наверное, психологические, потому что мало того, что я сама когда-то приехала 15 лет на Кольскую землю и здесь начала жить, и уже обросла в Кандалакше друзьями надежными, верными. Конечно, все сменить, но это совсем недалеко, друзья появляются и здесь, поэтому все хорошо, главное, чтобы все были живы и здоровы, это самое важное. А все остальное, все образуется. Инна Валерьевна, вам желаю дальнейших творческих поисков, успехов на этом поприще, оно такое, надо сказать, непростое, да, культура? Ну, да. Вещь такая очень, не знаю, она все время меняется, она все время, она должна быть своевременной, да, какие-то все время разные вещи должны происходить, и она не должна, некоторые из них не должны повторяться, да, насколько я понимаю. Да, да, да. Молодежному совету активности, удачных дел, спасибо, что пришли. Спасибо вам тоже огромное, тоже всем желаю самое главное здоровья, чтобы все были здоровы, никогда не терять своих детей, и любить и быть любимыми. Спасибо огромное за приглашение, мне очень приятно. Это была программа «Один на один», меня зовут Александр Кашин, увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!